Я не стала снимать сегодня влог, я просто снимаю вечер. Почему? Потому что мы пришли к Иере в гости, и здесь очень прикольно. Вы знаете, когда я была на Кипре, вот тоже такой дворик, и вот тут вот, вот тут вот море, буквально, буквально вот тут вот, вот там вот, море. А потом, уп, и сразу домик. Вот. Мне так нравится. Сейчас вам чуть-чуть покажу. Я думаю, может быть, себе взять что-то на заметочку. У меня, конечно, домик не у моря, но на заметку что-то взять, я думаю, очень можно. Очень даже красивенько. Прям-прям красиво-красиво. Очень хорошо. Это кухня. Это экскурсия замечательная. Это хорошая кухня. Это очень удобно. С пляжа пришли, и вот сразу. Очень удобно, реально. Ирочка, я тут делаю экскурсию небольшую. Ой, пианино даже есть. Да тут, вау. Тут лауреаты международных конкурсов. Тут надо Ирину попросить, чтобы... А вы умеете играть, да? Да. И на втором этаже две спрошки. Мам, ты и кушни. Я говорю, это нам. Да? Что? Да, вы пришли. Кто у нас профессионал по открытию? В бутылах. Молодец. Умничка. Специалист. Ага, так быстренько. Я потом уже не хотела рассказать. Мы с моей сестрой и с мужьями пошли на площади. У нас какой-то был митинг. Мы были молодые, еще это были 90-е годы. Вот когда два распала советский совет. И мы приехали ко мне домой. И муж сестры... А я что быстро? Круп, конфет, значит, какие-то бутербродики. Здравствуйте. Один мужик пришел, красавец. Он открывает шампанское и ему вот здесь вот. Как у него раздулась губа. Я не знала, что делать. Лед вставлю. Все ему хорошо. Из холодильника. Она была просто, наверное, или теплая, или исполненная. Было очень жарко. И она прямо вах-вах-вах. Я с тех пор, я боюсь. Все, папарацци шоу закрывается. Я боюсь, когда открывается шампанское. А моя старшая. Душерка рассказывает о каталоге. Домашние чебуреки. Круто. Мама неправильно наливает. Тоже эта травма глаза была несовместима с женщиной. Поэтому шампанское надо... Не меняют уже все. Лена знает. Очень легко запомнить. Матаману три. И приходите. И за всем гостеприимством. И я тоже. Где вкусно, приятно. Ходите тут. Нет, тут не самая. Видите, все не сомно. Видите, все не сомно. Видите. Там и ключи. Давай, ключка полезна. Давай, ключи. Всем привет. Мы продолжаем свой влог с Одессы. Я обещала ежедневные влоги, но у нас один день был сбой. Потому что после дня рождения не было времени. Вот. Я чуть-чуть вам засняла вчера. Я оставила внизу все ссылочки на предыдущие влоги. Посмотрите, реально интересно. Классный был день рождения. И классные фотки я туда вставила. Поэтому я думаю, что как бы как идея, где можно отдохнуть в Одессе. И не только в Одессе. В данный момент мы в Одессе. Когда отдыхали мы 10 километров, по-моему, 10, да? Нет, 15. Ну, 10-15 отодет. Это был отель Посейдон. Да. Вот. И это прямо на берегу моря. Это очень круто. Мне очень там понравилось, скажу честно. И море там чище. Ну, реально здорово. А сейчас мы на нашем любимом пляже от Рада. Вот. Мы, как всегда, взяли диван. Потому что... Кровать. Ну, кровать. Да. Да, не диван. Ну, диван почему? Потому что здесь есть такая фигня. И я считаю, что это диван. Хорошо. Кровать. На самом деле, да, это кровать. Вот. Взяли кровать, потому что это гораздо удобнее, чем шезлонги на берегу. Вот. Плюс сегодня ветер, и завтра ветер тоже обещают. Здесь не так ветрено. Вот. Ну, все. У нас обед. Сейчас будет... Вот. Уже есть картошка при, потом будет суп. С собой я тоже взяла кукурузу, и детворе соломку, конфеты. Так что у нас все как надо. Да. Вот. Поэтому, в принципе, можно брать с собой что-то. Можно не брать, потому что здесь все есть. И мне нравится этот пляж. Я сегодня в стори сказала, почему, да. Здесь все белое. Белое с голубым. И это очень прикольный такой цвет. Классные фотки получаются. И вообще здесь очень хорошее обслуживание. И очень здесь нравится. Я не... Демичка, фотик и лайк. Хорошо. Дема сказала, чтобы вы лайк нажали. Я передала Демице. Ники купила новый купальник двухсторонний здесь, в Одессе, на Привозе. Он в виде топика. И плавочки очень прикольные. Они попу делают такой... То есть не полностью попу закрывают, а наполовинку. Очень красиво. И он двусторонний, потому что с другой стороны тоже... Синий цвет. Да, полоска белая с синим, голубым таким. Тут розовая с белым, а там синий с белым. Вот, так что тоже на Привозе очень много разных купальников. И вообще, это же Одесса, поэтому здесь очень много турецких вещей, вещей, которые здесь отшивают. Вот, можно найти классные вещи. Сарафан, Ника, картошка. Может быть, знаешь как, так не вешай, Ника, а просто вот так. Это кетчуп, блин. Да, я пойду сразу за... Что отстиралась? Да, стиралась. Потому что он слетел туда, где он их петчет. Да. Мой очередной сарафан и собачки. Чем же их? Три. Четыре. Еще же оранжевый. А, да, точно. Понадежней. Это оптимальный вариант, на самом деле. Виолетовый. Ну да, такой и на пляж можно. И все. И носики стилет. У нас тут обстановочка. Сколько этому купальнику будет? О, ну лет пять-шесть, наверное, точно есть. У меня, кстати, очень много купальников, которые я, например, несколько лет не ношу, потом достаю. Ой, как новенький. Дема, моя кофта светила на кейте. Ну это плохо, Дема. Мне опять здесь застирать. Теперь краще утра пусть идет застирать. Давай. Я, кстати, пост написала о том, что как хорошо, что ты уже все. В машине наставила плед, обычно беру с собой плед, потому что знаю, они засыпают, и я обычно их накрываю. Сегодня еще и ветрено. Дальше полупостой. Так, сразу вам расскажу. Вот эти вот кровати, они стоят за 500 гривен. Эти вот бунгало по 600 гривен. И по 150 гривен, это просто шатлонги с зонтиками и полотенцами. Можно сделать массаж. Ну и покушать. А еще там есть детская комната. Мы же занимаемся, прежде чем найти куда-то, обязательно меряем давление. Идем, когда мы где-то. Ну да, потому что из-за такого, из-за такой погоды ужасно. Ветер такой, потом солнце, и нам вообще очень воспринимчиво к погоде, поэтому меряем давление обязательно. Это важно. Мама кружит, и вообще не становится. Кофе, мама, пока что не стало, потому что неизвестно какое давление. 173, но оно вроде бы нормально. Что ж у меня было. Девочки, пока я в аптеке, хочу вам показать вот средство. Я его уже рекомендовала много-много раз. Сейчас в аптеке видео, но пока 500 гривен стоит. Это крем с успехом 50. Он для лета вообще идеален. Такой очень классный. И Демке сейчас покажу, чем я мажу, чтобы он не сгорел. Вот этот вот спрей. Он стоит 730 гривен, тоже состоит на 50. Мы мажем салфеем. И, в принципе, загар от него такой легкий. Но, вы видите, то есть он темный, но не он не сгорел. И, в принципе, он не сдал конфетку. Такую. Кассетку. Кассетку. Крепку. Ах ты вижу. У него есть. Жаня на говядину. Так, я еще раз измерю движение. Косток. Местибо. Это уголокружение. Как же он появится на рамках? Полтаблетки, наверное, хочу. Как полтаблетки? Кассенька, что выглядит, да. Мой любимый стэшел. А, Мишира, 8-9. Вообще супер. Вот, мега крутая вещь. Вот, хочу попробовать маски. Вот, девочки, советовали, поставили мне. Вот. И что еще из Виши такого? Там очень много классных кремов. Сейчас у меня уход от Леру-Жпазе тоже неплохой. Но вот Виши как-то, не знаю, я прям очень люблю Виши. Еще тут. Вот это Минер-89, да, мамка? Кстати, вот этот вот крем, тоже очень классный. Он идет как маска, его можно вносить толстым слоем как маска, потом смывать, а можно просто нанести как крем. Он на ночь, для лето, вот, широко будет. Девочки, берите на заметку. То 110, то 87, и вот так. То потом 120. У меня есть много этих монеток, я могу много кремов. Да? Удем и 6 гривен? Нет, 7 гривен. Все, думаешь, у меня лето. Еще. Ну это счастье детское, понимаешь? Мам, а что-то еще можно это купить? Потом купи. А что? Ну, найдем что. Ранжира, как и мама. От счастья, конечно. От счастья, ты думаешь, он в взрослой жизни не будет пить, как ты? Почему? Ты смиряешь табление, а не сердце. Да, мы делаем 8 гривен, и что-то. 90 на вашу. Ну все. Ну ты как? Надо пить кофе. Ну что, мы добрались до контактного зоопарка, девочки, смотрите. А можно ли мне это кушать? Не надо. Давай, крючки еще помоем. Да. Зайчик, давай ладошки помоешь? О! Одну ладошку давай. И по три, как дома мылом моешь. По три вы так. Да, молодец. Не могу. Спасибо. Кутичку я ставлю здесь, вы на выходе заберете. Хорошо, идем. Так, Ника, подожди, смотри, сегодня у нас хоть и будний день, но выходной считается, потому что праздник. Вот, и 1760 гривен взрослые и 140 ребенок. Вот, видите, если будний день, то от 1710 и 130. О, блин, надо было завтра приходить. Завтра тоже выходной не будет. Обидно. Думаю, ты экономная. Так, я могла зайти бесплатно. Так, дальше, у нас еще для дворы. Вот, мы взяли три порции, это 60 гривен. А людям это нельзя? Нет, людям не надо, и не людям. Почему ты не батареяние ставишь, тебе правильно? Людим, матушка. Здравствуйте. Здравствуйте, вы у нас первый раз? Да. Давайте я вам могу сориентироваться? Да. Смотрите, у нас их открытые вольеры, это вот такие вот защелочки. В них можете заходить в животном самостоятельно. Там, где весят маленькие навесные замочки, как в следующем вольере, туда можно заходить, но только посмотрите. Хорошо? Всех животных вы можете потрогать, погладить, на ручки брать самим никого нельзя. Только если животное само на вас залазит, тогда может. Ух ты. Если будете фотографировать, то выключайте вспышку, вкусняшками кормить, по табличкам. В квадратиках нарисована, какому животному, что можно добавить. Все, будут вопросы, обращайтесь к нашему. Больше чем пять человек заходить не может. Пойдем. Кто там живет? Тут есть маленькие обезьянки, чтобы туда заходить, оставляйте стаканчик на лавочке, с тобой можете взять кабачок и яблочко. Иначе оставим себе стаканчик. Так, ну что? Бери кабачок или яблочко. Кабачок. Я тоже возьму. И ты хочешь, оставь стаканчик, нельзя со стаканчиком заходить. Так, давай. Кабачок будешь брать? Буду. Или яблочко? Я кабачок буду брать. На, бери кабачок. Заходи. Она спит. Давай не будем ее трогать, она спит. Хорошо, не будем, но давай. У тебя на сианке спят в корзиночке, а одна спит, а там сто. А, четыре спят в корзиночке, смотрите наверху. Она не говорит, как раз. Я хочу снять. У нее такая мордашка классная. Спит. Да, спит, не будем. Аккуратно, аккуратно. Ты скормил ей мою морковь. Морковьки кушать морковь и яблочко, ничего другого не нахуй. Яблочко. Смотри, смотри, как я на головке делаю. Ну, да. Нюм-нюм-нюм. А где ты грикун? Все, хватит, хватит. Ой, какой безум. Грикун. А вот смотри еще. Ой, боже. Может хватит? Ну, видишь, какая? А можно я мокровьку ей дать? Ты что, меня любишь, как котенок? Вопрос. Давай, ходи. Ой. Пойдем. Он на стене, на подушку. Нет. Игорь, они все спят. А там блин. Ну, там они нигде. Хорошо. А там, смотри, он не спит. Он тоже спит. Они все спят. Можем их только немного погладить, если они захотят покормить. Аккуратнее, потому что все таки мало. Ай, ты гладь. Йома, не надо сильно близко, я боюсь. Там вот эти вот, у них же из кипит. А эти что? Мы попали просто в обед на обеденное село. О, смотри, кто там. Ахи, вот так. Смотри, кто там. Сейчас дальше. Нюхай. А этот? Это тоже спит, говорит Аксвад. Они не голодные. Селенькие и черненькие. Ну, что-то очень. Нет, Дема, он не хочет. Не хочет, тут спит не надо. Смотри, кто там. Там кто там. Пойдем на него, пожалуйста. Пойдем. Нет. Смотри, 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 видишь, лапы. Он с нами когтями. Да, смотри, к нему. Тип-яйчик. Ух ты, ух ты, смотри. Ой. Не надо было. Ого. Чего, ты боишься вот так? Нет, они же ничего, они просто ищут кушать. Ой, смотри, класс идти. Да, поэтому мы оставляем все при входе, чтобы они... Никого не потирали. То из-за их длинного носика они по карманам лазят и пытаются найти еду или вообще что-либо. Пока они меня необычат, они не успокоятся. Никак, у тебя обыскивать просто, да. У меня ни карманов еще нет. Я не хочу, что они на мною. Там деньги они заберут. Деньги не заберут, поверь. Им твои деньги не нужны. Они любят все. И деньги. Деньги любят, да? Да. Мика поближе такая, типа, ну, по мне, по мне, по ласте, да? Машки погадут. Мам, вдвоем этих кротов, это кроты. Это не кроты. А дойный. Ой, смотри, к носу. Эй, смотри, к ныщет носа. Ааа, не надо этого делать. Да, они еще очень любят обувь. Очень. Тохни. Видишь, видишь. Такие носики, как у лисы. Идем, оно. Их можно посмотреть. Кожма, ты каааа. Не качем. Мам. Он мне на шоку залет. Так, все, я уже, это, у меня стресс, мне надо выйти. Идем. Пойдем. Лай. Нашили, потому что ей уже есть 14 с клеммуром. Я написала ракету. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот, он такой мягкий. Я поняла, как у него сна. Пойдем к летучим. Пойдем. И лавками так отвратить. И у него иголки такие. Видишь, он колючий. Стой, о чем мы так обделились. Ну вот, у меня еще есть печенька. Мне тоже. На, дедушка. На тебе еще. Усята-красята. Поняла. Поняла все. Дай мне зернышки, пожалуйста. Дай мне зернышки. Зернышки. Давай на сыпе дилизерочки. Ника. Нравится? Поняла. Конечно. После контакта с зооперкой, очень захотелось кушать. Только один демид у нас наказан. Ладно, шучу. Ему еще не принесли. Хотели, на самом деле, поехать, чтобы мы тут в топливом центре и в заведении сразу едим. Хотя, по факту, если ты в Одессе, то желательно ехать в центр и кушать где-то в каком-то классном месте. Но у меня уже нет сил, и я хочу покушать и ехать домой отдыхать. Смотри, теряй. Да. Ребят, задавайте свои вопросы в комментариях. Все, что касается одежды. Все, что касается цен, пляжей. Вообще, всего-всего я отвечаю. Можно просто что-то, ну, как бы не затронула. А можно сделать видео вопрос-ответ, если мама хочет. В общем, пишите следующее желание. Все, на этом я прощаюсь. Спасибо, что посмотрели телевидение. Пока-пока. Безумно вкусно. Вика уже попробовала, напала. Ну, оно реально очень вкусно. Зимит сегодня не по детскому, а по взрослому. Ну, вкуснятина. Где он смотрит мультик на моем телефоне? Так что я тут схожу с ума, от того, что не знаю, что мне делать. Смотри, где еще, арики. Очень интересный. Так, и я сразу же за руководку. Так, курочка. Ты с ума сошла, старшая? Почему это так вкусно? Мне надо было это брать, да? Угу. Я не куплю. Все. Слушай, в большинстве обедения нет. Слушай, в большинстве обедения нет.